Это новости на шестом канале в студии Валерия Саенко. Здравствуйте. Год и месяц в колонии-поселении в Ленинском рассуде был вынесен приговор Магомеду Бабаеву, которая в апреле этого года на 15 часов лишил свободы свою бывшую жену, избивая ее и угрожая убийством. Какие обстоятельства учел суд при вынесении решения и будет ли обжалован приговор? Подробнее об этом в материале Константина Миронова. В зале судебных заседаний буквально негде упасть яблоку. Поддержать при вынесении приговора Магомеда Бабаева пришло большое количество народа, включая пожилых родителей, которые приехали из республики Дагестан. На приговоре нет только потерпевший. Бабаев, бывший муж, предположительно из ревности, в течение 15 часов удерживал женщину в ее же квартире, периодически избивая и угрожая убийством. Юлия Бабаева настаивала на реальном тюремном заключении. Даже на сегодняшний день я не могу понять, до моей головы не доходит, как можно совершить такие дерзкие, страшные преступления по отношению к человеку, к которому ты жил, который был твоей второй половиной, с которым ты ел с одного стола. Для меня это непонятно. То есть, если по отношению меня совершается такое преступление, какие могут быть преступления по отношению к другим людям? Гособвинение требует по совокупности три года и один месяц колонии-поселения. Защитники рассказывают, что их клиент вину признал и раскаялся. Также Бабаев предлагал компенсацию, от которой потерпевшая отказалась. В общем, адвокат Бабаева настаивала, что ее клиент уже отбыл свое наказание за время нахождения в СИЗО. Но вердикт суда оказался куда более строгим, чем просила защита. По совокупности преступления, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначенных Бабаеву, оказание лишения свободы на строк один год, один месяц, и бывание в колонии-поселениях. Меры висечения Бабаева до вступления к другому закону силу, оставив прежнюю. В виде заключения стражи. При вынесении решения суд учел предложенную для пострадавшей компенсацию. Но не учел факт сотрудничества со следствием, потому что Бабаев раскаялся только после того, как был помещен органами следствия в СИЗО. Срок, проведенный осужденным в следственном изоляторе, пойдет в зачет вынесенному решению. Да еще и в двухкратном размере. Всего Магомед Бабаев проведет за колючей проволокой около 7 месяцев. Будет ли обжалован данный приговор, адвокат Бабаева не знает. Для этого ей нужно посоветоваться с клиентом. 10 суток, которые даются на обжалование данного приговора, для нас как раз тот срок, который позволит обсудить плюсы и минусы. Я полагаю, что какая-то золотая середина прозвучала, поскольку учтено судом достаточно многое. Вместе с тем колония-поселение в данной ситуации, я считаю, жестко. У следственных органов в те времена появились новые вопросы к осужденному. Практически сразу после того, как Бабаева поместили под стражу в сентябре этого года, в следком обратились граждане, которые предположительно пострадали от преступных действий Магомеда Бабаева. Мы оставляем за собой право еще раз обратиться к тем лицам, которые могли пострадать от действий Бабаева. Это непростой сигнал к действию. Определенными сведениями органы предварительного расследования и совместно с оперативными службами обладают. Поэтому это может касаться и предпринимательского сообщества, и просто граждан. По поводу каких именно преступных действий поступило обращение, Следственный комитет не распространяется. Неужели Бабаев мог еще кого-то удерживать в заложниках? Сейчас об этом можно только гадать. Обладающие какой-либо информацией о противоправных действиях Магомеда Бабаева могут звонить по телефону 47 29 20. Пока приговор Ленинского суда не вступил в законную силу, Бабаев будет находиться в следственном изоляторе. Константин Миронов и Дмитрий Журавлев. Шестой канал. Боятся стать жертвами аварий. Село Крапиви с Суздальского района на две части делит районная дорога. Поток транспорта на этом участке большой, а вот пешеходам ходить негде. Людям приходится передвигаться по обочине, да еще и в кромешной тьме. На все село работают всего несколько фонарей. Когда выходить на улицу селянам можно будет без опаски. Выясняем далее. Село Крапиви, половина седьмого вечера. Пять фонарей в одном конце деревни и два фонаря в другом. То есть вот так вот в темноте от дома к дому мы переливаемся. С наступлением сумерек из дома в этом селе лучше не выходить. Освещения на улицах почти нет. А ведь всего в десятки метров от домов идет районная дорога. Она соединяет сразу несколько населенных пунктов. Движение здесь всегда интенсивное. Местные просто боятся, что кто-то из водителей не заметит в темноте пешехода. И тогда трагедии не избежать. Одна центральная улица. На всю деревню у нас, ну, наверное, фонарей семь. Сто домов у нас. Все такое, семи фонарей горят. Движение у нас очень интенсивное. Особенно, когда праздники в Суздале проходят и движение сплошным потоком. С той стороны едут московские гости, с этой стороны ивановские гости. И даже дорогу не перейти. Трасса проходит через весь населенный пункт по главной улице. Но рядом с проезжей частью нет даже тротуара. Сельчанам, а среди них много детей, передвигаться приходится исключительно по обочине. Рядом с селом нет ни камеры видеонаблюдения, ни постов ГАИ. Так что скорость перед населенным пунктом никто не сбрасывает. У нас нет знака ограничения движения многотоннажного транспорта. И фуры ездят с такой еще и скоростью, и груженные, что у нас в домах и чашки трясутся, и стекла звенят, и стены трескаются в домах. Жалобы на опасную дорогу люди писали в администрации всех уровней. К чиновникам и сельчан всего две просьбы. Сделать для пешеходов тротуар и восстановить, наконец, в поселке освещение. Запартамент ЖКХ людям ответил. Дать свет на улице в срочном порядке должны местные чиновники. Сельская администрация уверяет, работы уже ведутся. Но почему поселок стоял в темноте? Проблемы с освещением перекидывают на электриков. Мол, подключили электроснабжение в дома по новой схеме, а теперь прокладывать провода надо заново. Нам нужно проводить свой световой кабель. Это порядка, мы уже изучали вопрос, это 440 метров, 11 опор. Такая ситуация. Сейчас на данном этапе мы проект делаем, рассматриваем, заказчики мы разговариваем. Я думаю, что сделаем мы в ближайшие, ну, до конца месяца вряд ли у нас получится сделать. Но в начале декабря, я думаю, все, вопрос решится. А вот проблемы с тротуаром так быстро не решится. Здесь работать должны уже и районные чиновники, причем на деньги из областного бюджета. Вопрос только в том, выделят ли финансы на строительство тротуара в селе Крапиве, департамент дорожного хозяйства. Заявку на проведение дорожных работ администрация района уже отправила. Люди надеются, что после этого материала чиновники все-таки примут правильное решение. Валерия Саенко, Артем Грачаков, Шестоканал. А теперь коротко о других новостях. 14 дорожно-транспортных происшествий за выходные. Один человек погиб, 22 получили травмы. В Судоковском районе пострадали пятеро, в том числе несовершеннолетний. По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля «Лада Ларгус» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества движущемуся слева автомобилю ВАЗ-2107. В результате столкновения пострадали водитель и двое пассажиров ВАЗа, среди которых был 16-летний подросток, а также водитель и пассажир «Лады Ларгус». С различными травмами всех пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Еще одна авария с участием несовершеннолетнего. 10 ноября около половины 10 вечера на 7-м километре автодороги Владимир Юрьев-Польский в Суздальском районе, 33-летний водитель «Киа Рио», совершая обгон, не справился с управлением и вылетел навстречу, где столкнулся с автомобилем «Лэнд Крузер-200». По предварительной информации ГИБДД, в результате ДТП водитель «Киа Рио» с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» и тупая травма живота был госпитализирован, а его пассажир, 13-летний подросток от полученных травм, скончался в больнице. Сегодня около 10 часов утра на Суздальском проспекте 17 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «Лады Калина» наехал на 10-летнего пешехода из Владимира. В результате столкновения мальчик получил ушиб и ссадина головы. Ему назначено амбулаторное лечение. Первый заместитель главы города Коврова Александр Бобров задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Интерфакс со ссылкой на информированный источник пишет, что против Боброва возбудили уголовное дело. У этого дела, скорее всего, Тамбовский след. Известно, что администрацию Тамбова задержанный чиновник возглавлял с 2010 по 2015 год. А еще раньше Бобров руководил тамбовскими коммунальными системами. 11 ноября прошла четвертая международная просветительская акция «Географический диктант». Ровно в полдень во всех субъектах Российской Федерации любой желающий мог проверить себя на знания географии своей страны. Во Владимире диктант писали на двух площадках – в пединституте и в авиамеханическом колледже. За 45 минут участники должны были ответить на 30 вопросов. На каждой – по одной минуте. Результаты географического диктанта опубликуют на официальном сайте 30 ноября. Участники диктанта, а их только на одной площадке было 150, смогут узнать свои баллы по индивидуальному десятизначному номеру. Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева завоевала бронзу на дистанции 200 метров на спине. Она участвовала в чемпионате России по плаванию, который прошел в Казани. Конкуренцию в Владимирской пловчихе составили 900 спортсменов. Чемпионат России является отборочным на чемпионат мира. Он пройдет в декабре. Попадет ли наша землячка в состав российской сборной, станет известно в ближайшие дни. Кому жаловаться на несанкционированные свалки? Кто устраивает карьеры на землях сельхозназначения и что за это бывает? О земельном законодательстве и об основных нарушениях на землях сельхозназначения поговорим сегодня с заместителем начальника отдела государственного земельного надзора управления Росельхознадзора по Владимирской области Андреем Забилиным. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, давайте сразу поговорим о деятельности управления в рамках земельного надзора. Государственный земельный надзор осуществляется на землях всех сельхозназначения за исключением дачных, огородных, садовых товариществ, также земель личных подсобных хозяйств и земель, на которых расположены объекты недвижимого имущества. Получается, что основная масса земель, это где-то в районе около миллиона гектаров в нашей области, находится в ведении нашего отдела. Основные нарушения во время контрольных мероприятий какие? Основным нарушением в нашей области, по крайней мере, является это зарастание земель сельскохозназначения с сорными растениями, деревьями и кустарниками. На первый взгляд, это нарушение не несет особой опасности. Но по факту, неиспользуемые земли, это является определенным фактором опасности при возникновении сельхозпалов. В результате может быть возгорание, населенные пункты могут загореться, то есть определенная опасность все же имеется. Также эти земли, если они длительное время не используются, чем дольше они не используются, тем сложнее их потом ввести в сельскохозяйственный оборот. Но у нас около трети всех земель не используется. То есть это официальные данные. Неофициальные данные, думаю, будут несколько выше. Это то, что выявлено. Соответственно, я говорю, ну, к примеру, то есть у нас 7 человек, которые контролируют 16 районов. Это нереально. Это такой объем сумасшедший какой-то. Соответственно, мы не можем парамониторить полностью каждый земельный участок. Каждый год определенное количество мониторится. Это вот по нашим данным в районе 30%. По факту, наверное, около 50%. А если говорить о несанкционированных свалках, насколько часто они на таких землях встречаются? Как правило, свалки действительно встречаются на землях, неиспользуемых именно. Отделом нашим выявляется ежегодно несколько десятков свалок. Также выявляются достаточно регулярно карьеры на землях сельхозназначения. Ну, естественно, в меньшем количестве. Они несут определенную угрозу. То есть в результате свалок загрязняется почва. В результате карьеров она полностью уничтожается. То есть земли уходят полностью из сельхозоборота. Обращения от граждан поступают? Регулярно поступают обращения от граждан. Как правило, по данным нарушениям. То есть именно по свалкам, по карьерам. Ну, то есть по таким грубым нарушениям земельного законодательства. У нас в этом году выявлено достаточно много свалок. Если не ошибаюсь, за 9 месяцев было выявлено более 15 свалок. Часть из них, естественно, по обращениям. Там есть крупные свалки. Это нередко бытовой мусор. То есть самый обычный почвик. Он не несет особой угрозы. Но при этом также была выявлена свалка, например, в Судогодском районе. Там были найдены медикаменты, отработаны медицинские материалы. Были отобраны почвенные образцы. Результаты пока ждем. То есть с большой вероятностью имеется загрязнение почвы. А вот к нарушителям. Какие вообще в таком случае меры можно применять? Ну, первичные меры – это наложение штрафа. Штрафные санкции, к примеру, за зарастание земель, казалось бы, не самое страшное, может быть, достаточно высокие. На физическое лицо, то есть на гражданина, на обычном, минимальный штраф за зарастание земель на участке сельхозназначения составляет 20 тысяч рублей. На юридическое лицо – от 400 тысяч рублей данные штрафы. За грубые нарушения, с одной стороны, штрафные санкции ниже. Но в дальнейшем это влечет исковые требования наши по рекультивации земель, по возмещению ущерба почвам. А это уже немного другой порядок цифр. Предписание выдается до тех пор, если собственник совершенно никак не хочет его выполнять, то инициируется процедура изъятия. Соответственно, собираются материалы, направляются департаменты имущественных земельных отношений, и они уже выходят в суд с иском на изъятие земельного участка. Если говорить про несанкционированные свалки, то в этом случае кто вообще отвечает за нее? Как правило, возникают определенные сложности по выявлению лиц, именно непосредственных причинителей ущерба, скажем так, то есть кто организовал эту свалку. Зачастую это граждане, которые не хотят платить за вывоз мусора и выкидывают кто пакет, кто два, кто телегу вывез, тракторную какую-то, кто автомобиль вывез, кто в разном количестве. Их установить достаточно сложно, мы работаем с органами внутренних дел, но постоянно закрепить человека, который сторожил бы около этой свалки, достаточно проблемно. Соответственно, также за земельный участок, за свалки, на нем обнаруженные, ответственность несет собственник земельного участка, ну либо арендатор, пользователь, то есть в чем ведении он находится, по сути своей. Потому что они обязаны выполнять мероприятия по защите этого участка от любых негативных воздействий. Что нужно знать собственнику земель сельхозназначения? В первую очередь, собственник земель сельхозназначения должен помнить о том, что это не только его права, земельный участок, но это определенные обязанности. Соответственно, обязанности собственника в первую очередь, это не допускать никакого негативного воздействия на почву. В первую очередь, не допускать зарастания земель. Соответственно, никаких несанкционированных свалок, карьеров, естественно, должно все контролироваться, этого не может быть. Деградации почв нельзя допускать. Ну и последний вопрос. Профилактика нарушений – это что? Существуют различные типы профилактических мероприятий. Нами регулярно проводятся совещания с органами местного самоуправления, то есть с сельскими поселениями, с районными администрациями, с хозяйствующими субъектами непосредственно, то есть с теми, кто работает на земле. С разъяснением того, что можно делать, что нельзя делать на землях сельхозназначения. И если делать, то как? Спасибо, Андрей Владимирович. А я напомню, сегодня мы беседовали с заместителем начальника отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Владимирской области Андреем Забелиным. Погрузились в профессию. Ученикам медицинских классов из двух школ Владимира раскрыли некоторые секреты профмастерства. И показали, как работают опытные специалисты в одном из крупных медицинских центров города. Что поразило будущих медработников и зачем идти в медицину, узнала Маргарита Махрова. Вообще, этот вид исследования был еще изобретен в позапрошлом веке. Тем не менее, многие врачи им пользуются и сейчас. Так выглядит современный цифровой рентгенаппарат. Проводить обследование на нем можно даже детям, потому что доза облучения минимальная. Полученное изображение не нужно долго проявлять, как было раньше. Его сразу отправляют специалисту в электронном виде. На таком оборудовании уже в своем кабинете рентгенолог может детально рассмотреть снимок и провести необходимые измерения, а затем быстро распечатать изображение. Секреты медицинских специальностей ученикам профильных десятых классов из двух школ города раскрывают опытные профессионалы. Делятся не только знаниями, но и жизненным опытом. Самое главное, чтобы вы учились с желанием. Много, конечно, задают. Трудно учиться. Но зато у нас профессия хорошая. Мы спасаем людей. Сегодня школьников погружают в профессию. Многие из них в будущем мечтают лечить людей, но еще не знают, каково это. Ребятам проводят экскурсию по современному медицинскому центру «Палитра». Заглянуть можно повсюду, от регистратуры до кабинетов с высокотехнологичным оборудованием. Медицинских кадров в области сейчас не хватает. И одна из главных задач, чтобы молодежь приходила в профессию и оставалась в ней. Мы хотим показать будущим врачам, как они будут работать со всех сторон. Это касается и рентгеноборудования, и УЗИ оборудования, эндоскопия, современные подходы к лабораторной диагностике. Так, например, выглядит одна из процедурных, где проводят перевязки и небольшие операции. Юных пациентов принимают в отдельном блоке. Причем малыши с температурой и подозрением на инфекции не контактируют с другими детьми. Ребятам рассказывают, как работают травматологи, хирурги, офтальмологи. Очень интересно видеть, какое новое оборудование существует в клиниках. То есть это уже то, с чем придется работать непосредственно нам, когда мы окончим обучение. Именно работать с людьми, помогать им, как-то улучшать их жизнь, это как бы привлекает врачебные деятельности. Всероссийскую акцию «Неделя в профессии» в рамках масштабного проекта профстажировки проводят активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта во Владимирской области и профессионалы в разных сферах. Благодаря ей ученики 5-11 классов могут познакомиться с разными специальностями и понять, кем хотят стать в будущем. По всей Владимирской области поучаствовало около тысячи школьников. Достаточно большая выборка. И мы надеемся, что этот проект поможет ребятам как можно раньше определиться в выборе профессии. И тем самым будет в дальнейшем способствовать развитию элементов наставничества, элементов профессиональной поддержки. Кроме того, руководители 25-й и 36-й школ, чьи ученики пришли на экскурсию, и директор сети клиник Светлана Зрянина подписали договор о сотрудничестве по профориентации и подготовке медицинских кадров. Теперь ученики профильных классов смогут получать консультации от врачей в своей научной работе и приходить в клинику на экскурсии. Маргарита Махрова, Игорь Хребко, 6 канал. Футбольный клуб «Торпеда» завершил осеннюю часть первенства среди команд группы «Запад» 2-го дивизиона «Победы». В домашнем матче «Черно-белые» обыграли команду «Чертанова-2». В начале первого тайма команды обменялись ударами по каркасу ворот. А затем точный удар нанес игрок «Торпеда» Николай Тарасов. Хозяева попытались увеличить отрыв, но в первом тайме это не удалось. Во второй половине матча «Торпедовцы» забили дважды. На 47-й минуте Максим Нестеров забил мяч, а через 3 минуты он еще распразил ворота соперника. Футболисты из «Чертанова-2» смогли лишь раз пробить оборону «Черно-белых». Результат встречи 3-1. На зимний перерыв «Торпедовцы» ушли, обосновавшись на пятом месте в турнирной таблице. Когда, конечно, все хорошо, не видны все вот эти проблемы, когда поражения, они высвечиваются гораздо ярче, да, и над ними будем работать. Если по этой игре, да, я тоже ребятам благодарен, настраивались они, да, я сказал, что этой игрой мы можем исправить как турнирную ситуацию, так и моральное, психологическое состояние, да, и с хорошим настроением уйти в отпуск. Спасибо им за это. Я думаю, что результат закономерен, однозначно, «Торпеда» была сильнее. Забей первый момент, может быть, что-то сложилось бы по-другому, но я думаю, что результат закономерен. Очень неубедительно мы сыграли начало второго тайма, провалились просто. Добавим, что вторая наша команда – футбольный клуб «Муром». В эти выходные 10 ноября в гостях проиграл столичному «Велесу» со счетом 1-0. Сейчас «Муромляне» расположились на седьмом месте турнирной таблицы. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на шестом канале. Всего доброго. В Северской области завтра будет ясно и без осадков, а столбики термометров покажут 2 градуса мороза. Ветер южный со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%. Окна «Плофен» премиум-класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА